МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мешок картофеля и отряд идей. Бейчане продолжают выявлять настоящего мужчину. В крае эпидемия гриппа пошла на спад. У нас в городе эпидпорог по-прежнему превышен. Но ситуация стабилизируется. За прошлую неделю диагноз ОРВИ был поставлен 5000 бейчан. У 36 человек подтвердили грипп. В настоящее время закрыты на карантин все общеобразовательные учреждения, кроме вечерней школы и православной гимназии. Также полностью закрыты 7 дошкольных учреждений. А в 21 детском саду не работают отдельные группы. Медики констатируют, рост заболеваемости прекратился, а к концу недели ожидают даже небольшой спад. Однако пока это только прогноз. В настоящее время в Бийске продолжают действовать ограничительные меры и масочный режим. Значительным спадом мы не отмечаем. Хотя в целом по краю идет тенденция к снижению заболеваемости. Поэтому пока все учреждения находятся на карантине, карантин продолжен. Но по данным мониторинга, я думаю, что до конца недели, если будет спад, то в следующей неделе уже будет снижение заболеваемости. На городской свалке Бийска нашли противотанковую мину. Сообщение в дежурную часть полиции поступило днем. О находке сообщил диспетчер Единой городской службы по вывозу твердых бытовых отходов. На полигон незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, кинолог с собакой. Они осмотрели найденный боеприпас и подтвердили, что это действительно мина. Однако по заключению взрывотехника она оказалась учебной. Находка со следами сильной коррозии не представляет опасности. Учебную мину изъяли полицейские и отправили на экспертизу. Внимание! Работает эвакуатор! К таким предупреждениям привыкли люди в больших городах. Теперь этот яркий признак мегаполиса появился и в Бийске. Такие проблемные участки у нас были обозначены, как улица Сенная, сколько мы там репортажей уже проводили, сколько мы там инспекторов выставляли. Действенные меры начались только вот после эвакуации, что Всероссийское общество слепых выражает благодарность. Взять политехнический институт, то же самое улица, это Первомайская. Жалоб было очень много. Работа эвакуатора в нашем городе стала особенно заметна три месяца назад. Именно в ноябре компания БИСК «Спецавтоспас» приобрела два грузовика – манипуляторы для эвакуации легковых автомобилей. Тогда и началось повальное наказание нерадивых автолюбителей. Ежедневно на штрафстоянку с разных точек города отправляются 3-4 автомобиля. О том, за что машина может быть эвакуирована, конечно же, знает каждый водитель. Ну или, по крайней мере, обязан знать. А еще неплохо было бы знать о том, в каком случае автовладелец может избежать поездки на штрафстоянку. И когда он может обжаловать предъявленный ему штраф. Мы подготовили подробный репортаж об эвакуации автомобилей в БИСКе. Смотрите его сегодня в эфире ТВКОМ в 20 часов. Сезон охоты на охотников идет сейчас у егерей Солонешинского района. В январе и феврале в ходе рейдов ему очень часто приходилось сталкиваться с нарушителями или кровавыми следами их деятельности. Наша коллега Ирина Дубицкая побывала в охотугодиях и знает, как там борются с браконьерами. Молодая лайка по кличке Вулкан радостно встречает хозяина. Сегодня Виталий Чешков не брал пса с собой в рейд. И это скорее исключение. Обычно вулкан помогает выслеживать браконьеров. Охотугодия занимает почти половину площади Солонешинского района. Здесь водится много копытных косуль, моралов, кабанов. И хотя охота на них сейчас запрещена, всегда находятся те, кто готов переступить через закон. Мы совместно с сотрудниками полиции, совместно с государственным охотинспектором Оситровым задержали человека. Он являлся уроженцем города Барнаула с незаконно добытой косулей, так как сроки охоты на копытных уже закрыты. На нарушителя составлены соответствующие документы. И теперь браконьеру грозит административный штраф. Не удастся уйти от ответственности и жителю села Туманово. Его тоже задержали в лесу. И хотя трофеев при нем не оказалось, нарушение налицо. Задержанный имел при себе нелегальное гладкоствольное оружие. Сейчас оно находится на экспертизе в Бийске. Данная экспертиза уже в настоящее время, наверное, будет готова. Заберут оружие данное сегодня. Данный гражданин, если данное оружие будет признано в ходе экспертизы гладкоствольным, будет привлечен к административной ответственности. Любой человек с ружьем в охотугодиях сейчас считается нарушителем. За редким исключением. На данный момент в основном любительская охота закрыта. Остается только охота на бобра и по спецразрешениям, по регулированию численности полтоярных животных. Это лисица, волк. С этого года бороться с браконьерами стало намного легче. В арсенале у охот инспекторов появились снегоходы и видеокамеры. На грудная видеокамера. При выезде в рейд мы их включаем и записываем весь день. Все происшествия, все снимается, фиксируется. И потом оно как доказательство используется. Да, они у нас зарегистрированы в охот общество. Все как доказательство. Они имеют свою функцию. С браконьерами борются сообща. Государственные егери, инспекторы общества охотников и рыболовов, полицейские. Помогают и простые жители. Здесь отлично работает сарафанное радио. Тревожный сигнал, в лес направляются люди на джипах, передается мгновенно. И сразу же Виталий Чешков, его пес Вулкан, отправляются на задержание браконьеров. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Будни. Вот уже более десятка лет 8 февраля официально признана Днем Российской науки. Сегодня наш наукоград по праву празднует его, так как ученые Бийска всегда удивляли и еще не раз удивят научный мир своими разработками и изобретениями. В настоящее время наш город является самым крупным наукоградом Российской Федерации. Этот статус Бийску был присвоен в 2005 году и действует до сих пор. Научно-производственный комплекс Бийска является градообразующим и состоит из 15 организаций. Самые известные это ФНПЦ Алтай, Алтай Витамины и Эвелар, а также Сиприбурмаш и Олеумный завод. В разные годы в Бийске жили ученые, которые прославили российскую науку. Один из пионеров отечественной космонавтики Юрий Кондратюк, знаменитый орнитолог Борис Белышев, а также Яков Савченко, Эдуард Гейдек и многие-многие другие. А о том, насколько знают сами бийчане, кто прославляет наш город в научном плане, мы решили выяснить лично. Насколько я знаю, биофармацистическая компания «Эвалар». У нас технологический институт, у нас есть производственное объединение «Эвалар», который известен по всей России, а может быть уже и за рубежом их продукция известна. У нас теперь педуниверситет, у нас город науки. Ну, наукоград он называется. НПО «Эвалар», Алтай «Авитамины», «Эвалар» по всей России гремит и даже за границу уже выходит. Почему? Ну, Савченко, Сакович бывший, это понятно. Ну, в свое время оборонными предприятиями. Они их у нас всеславные. Очень много людей умных, грамотных, образованных, которые работают у нас на предприятиях НПЦ «Алтай». Ну, и вообще статус наукограда, я думаю, так просто не присваивается. Сколько разных блюд можно приготовить из картофеля? Как минимум 12, ответят участники конкурса «Настоящий мужчина». За плечами молодых людей кулинарный этап. Настоящего мужчину сегодня искала Анастасия Исаева. То, что лучшие повара – это мужчины, сегодня доказывают бийские парни. На базе Алтайского колледжа промышленной технологии бизнеса сегодня состоится очередной этап молодежного конкурса «Настоящий мужчина-2016». На этот раз участники соревнуются в искусстве кулинарии. То, что было до этого, это еще не столько было интересно, не столько важно. Сейчас это ответственный этап. Каждый мужчина в душе по-настоящему повар. То есть не зря же говорят, что самый лучший повара – это, несомненно, мужчина. И вот сейчас мы в этом убедимся. Задача на сегодня – пожарить картофель. Но простое это задание только на первый взгляд. Чтобы одержать победу, необходимо правильно почистить, красиво подать свой шедевр. И, конечно же, вкусовые качества не на последнем месте. Разделочная доска, нож, чашки, сковородки. Инструменты полученные. Жаркие состязания начались. Критерии оценки будут таковые. Внешний вид участника будем оценивать. Санитарное состояние в процессе приготовления. Как они соблюдали правила санитарии. Чисто было у них, грязно было. Нарезку, как они правильно нарезали. Ну и технологии приготовления. Приготовили, подача еще будет оцениваться. Они, я вижу, фантазируют, красиво все подают. Будем все оценивать. Кто-то сначала очищает лук, другие – картофель. У каждого своя технология. Дольками, ломтиками или соломкой ребята старательно нарезают картофель. Впервые ли ты готовишь в своей жизни? Нет, не впервые и уже далеко не впервые. Я сам себе готовлю около пяти лет, люблю готовить. Особенно мясные блюда и скорее выпечку, чем картофель или что-либо пожарить. Сегодня на этой кухне нет профанов в кулинарии. Сегодня у всех мужчин имеется за плечами хороший поварской опыт. И сейчас мы узнаем рецепт и секреты коронного блюда Ивана Кудинова. Что у вас сегодня за блюдо? Как оно называется? Это драники из картошки. Что в нем особенного? Расскажите. Ну, во-первых, это блюдо трется на терке, в отличие от других, которые нарезаются ножиком. Во-вторых, это очень вкусное блюдо, в отличие от других, так как оно прожаривается изнутри практически, драники. И это очень редкое блюдо, так скажем. Где вы переняли опыт его приготовления? У мамы. В детстве она мне жарила драники из картошки и рассказала несколько секретов. Один из них – это добавление сметаны, можно также делать с добавлением яйца. В моем случае это из сметаны. Картошку фри буду делать, потом сервировку хорошую попробую сделать, но этим удивлю жюри. Чтобы придать своему шедевру прекрасный вид, многие ребята приготовили лук, зелень и огурцы. Спустя полчаса претенденты представили публике свои кулинарные шедевры. Все же самым первым была работа Олега Кана под названием «Приход весны». Сейчас мы узнаем, что же о ней скажет наша строгая жюри. Проявил Олег фантазию. Посмотрите, как украшено. Ромашки, веточка, листья. Все у кого? Прямо молодцы. Настоящие профессионалы. Блюда съедены, итоги подведены. В результате картофельных баталий, очень напряженных. Первое место разделили сразу три человека. Это Олег Кан, Ваня Ли и Алексей Миронов. Следующее конкурсное испытание состоится в среду, 10 февраля. Это будет фитнес-испытание наших мужчин. Кто останется в живых, узнаем в ближайших выпусках. Анастасия Исаева, Андрей Сегаев. Будни. 600 жителей Бийска и близлежащих районов в этом году планируют участвовать в лыжне России. Для Наукограда это уже девятые старты. 5, 4, 3, 2, 1, марш! Самым массовым был лыжный забег двухлетней давности. Тогда в лыжне России приняли участие полторы тысячи бейчан. Организаторы уверены, в этом году желающих тоже будет много. К тому же встать на лыжню приглашает и погода. По прогнозам синоптиков в концу недели ожидается небольшое похолодание. Для каждой категории участников в зависимости от возраста и степени подготовки предусмотрена своя дистанция. Победители ждут призы и дипломы. Правда, в связи с непростой экономической ситуацией традиционных шапочек с символикой лыжня России будет вдвое меньше. И получат их только юные участники. Памятными призами будут награждены самые юные, самые старшие участники. Положение о городской массовой лыжне России 2016 размещено на официальном сайте администрации города Бийска, главный город спорт. Открытие в 11.30 детской юношеской спортивной школы номер один. Это будет парад. Старт 12 часов 14 февраля. И о погоде. Завтра, 9 февраля, в нашем городе будет пасмурно, возможен снег. Температура ночью минус 6, минус 8. Днем от 4 до 6 градусов мороза. И это все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра в это же время. Приятного завершения вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин